«Нет, я не Байрон, я другой. Еще неведомый избранник», – писал о себе Лермонтов. Познакомившись с нашим героем, захотелось перефразировать Михаила Юрьевича и сказать «Нет, я не Пушкин, я другой». Хотя фамилия человека, о котором пойдет речь, именно Пушкин. Но наш Александр Пушкин никакого отношения к поэзии не имеет. Он учитель. Учитель труда или, по-новому, преподаватель технологии. И рабочее место Александра Пушкина – межшкольные учебные мастерские, являющиеся структурным подразделением школы номер три. В них занимаются ребятишки первой, второй, третьей и девятых школ. Но, кем бы ни трудился Александр, что бы ни происходило с ним в жизни, фамилия всегда отличала его от других. Да нет, никаких шуток не было почему-то. С дома у меня, как говорится, и кличек не было никогда. Пушкин, он и есть Пушкин, и все. Фамилия как кличка, примерно. Несмотря на фамилию, поэзия не была любимым жанром Александра. Просто его отец был родом из Архангельской области, где в свое время проживало целое село Пушкины. Однако, будь то невзначай, родители связали Александра и его брата с именем Великого Классика. У нас двое. Один Александр, другой Сергей. Получается, Александр Сергеевич примерно так. Когда взял вопрос о выборе профессии, о литературе не было и речи. Да и преподавать в школе он не собирался. Просто за компанию с друзьями поступил в Нижнетагельский педагогический институт. Максимум, на что был согласен, стать мастером производственного обучения. Но судьба распорядилась иначе. И вот уже более 20 лет Александр учительствует. Несколько раз пытался поменять и профессию, и место работы, но как какой-то магнит держит его ребятня. И как же без них? Без их вечных почему, зачем и как? Без их любопытных глазенок. А они, ученики на уроках Пушкина, всегда при деле. И никакого баловства. Им надо всегда что-то делать. Они у меня каждый урок делают одно изделие. Особенно пятые классы. Нынешние ученики Александра Альбертовича – мальчишки пятых, шестых, седьмых и восьмых классов школы номер два. Он обучает их настоящему мужскому ремеслу. Основам дерева и металлообработки. На базе межшкольных учебных мастерских. Кстати, созданных благодаря спонсорской помощи корпорации ВСМПО «Ависмо». На этом уроке пятиклашкам предстоит изготовить металлическую шайбу. С какой радостью они пришли на занятия. Ведь здесь им разрешат использовать настоящие инструменты. А это значит, что можно почувствовать себя почти что взрослым. И даже если с первого раза не все получится, учитель-то рядом. И спокойненько. Раз, отрезали. И вот она. Совсем небольшая, но сделанная своими руками вещица, которую можно забрать домой и с гордостью показать родителям. И все эти поделки, маленькие и большие, важные шаги на пути воспитания ребенка. И это правильные шаги, ведь за руку детей ведет Александр Пушкин.